Ну-ка, хватит уже! Ну-ка, это что такое? Ты что делаешь? У меня жена с ребенком. Житель Верхней Пышмы добивается уголовного преследования своего соседа, который оказался буйным не в меру, отчего у него даже зрение ухудшилось. Хулиганы зрению мешают. Дело было еще в ноябре, когда поздно вечером Евгений с дочерью и беременной женой вышел во двор своего дома на улице Красноармейской, а по пути глава семьи зашел к соседям на 14 этаже и попросил их сделать музыку потише. В ответ получил нецензурную брань и удар головой прямо в переносицу. Сосед повалил его на пол и продолжил бить, но Евгению удалось вырваться. Внизу разборки продолжились, агрессивный сосед все никак не хотел униматься. Ты что делаешь? Асади! У меня к тебе преревы есть! Какие преревы? Ты протрезвился? Я не кручу! Ты ворвался ко мне в квартиру, п***ь! 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 Я тебя сейчас хам... Держи меня телевизор! Ты п***ь! 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 Я тебе говорю, у меня жена с ребенком! Ты чё ты ребенок, молодой человек! Я говорю, у меня жена с ребенком, ты успокойся! Я тебе сказал, убрал тебя! Я говорю, у меня жена с ребенком! Ну вы так уберите тогда его, так уберите! Легко одетый гость в шумной вечеринке был настроен как-то более миролюбиво, но очень толсто намекал, что и у него бронепоезд стоит на запасном пути. А какие проблемы-то, уважаемые? А вы знаете, кто я такая? По боксу. Я тебя сейчас с одного удара вырублю, и ты по двух. Ну и что будет-то дальше? И теперь телефон я у тебя заберу. Удар в глаз бесследно для Евгения не прошел. Ну, дело в том, что год назад он делал операцию в микрохирургии глаза, ему установили искусственный хрусталик. Теперь, говорит, стал хуже видеть, пришлось даже менять линзы. После драки кулаками махать сосед, кстати, тогда не перестал, а переключился на другого человека. Местные жители сняли, как он со своим незамерзающим боксером-приятелем задирал на этот раз уже местного охранника, мужчину габаритов весьма внушительных. Такой вот гиперактивный сосед получился. В итоге все участники инцидента побывали в полиции, и там через некоторое время на одного из агрессоров возбудили дело по административной статье за побои. То есть речь идет о небольшом штрафе, максимум о 15 сутках. А это Евгения не устраивает, и уже его юрист работает над тем, чтобы явное хулиганство было наказано по уголовному кодексу. Это не просьба о финансовой помощи. С дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим.